Здравствуйте! 24 февраля этого года, 2022, я записал у себя на страничке в Фейсбуке. Вот и наступил момент истины. Не то, чтобы я был оригинален, или сам это придумал, эту фразу, или написал ее раньше других. Собственно, писал не для кого-то, писал для себя. С тем чувством, с той уверенностью, что после начала полномасштабного вторжения России в Украину ни у кого не может получиться быть то ли над схваткой, то ли усидеть на двух стульях, то ли нашим и вашим. Оказывается, я все-таки ошибся. До сих пор получается, и у очень многих. И самым ярким примером тому, то, что я здесь, может быть, чуть более оригинален, чем с фразой «Вот и наступил момент истины». Но ярким примером тому является, как я ее назвал, либеральная московская тусовка, или большая московская тусовка. И главным ее и наиболее многочисленным филиалом является, естественно, такая же большая берлинская тусовка. Ну, большая по меркам русскоязычного населения Германии, но тем не менее. Когда-то, во второй половине нулевых, мне как-то попались данные, что на тот момент во всех крупных городах Германии процент русскоговорящих, подчеркиваю, русскоговорящих, не россиян, не русских, как их многие продолжают называть, так вот, процент русскоговорящих во всех крупных городах Германии составлял где-то 10%, то есть одну десятую общего количества жителей. Если на тот момент, допустим, в Ганновере от 600, ну и почти 600 тысяч, соответственно, было что-то в районе 60 тысяч, то от почти, а сейчас уже и более трехмиллионного Берлина, это как минимум 300 тысяч. При том, что, скорее всего, процент в Берлине еще выше этих 10%. По очень простой причине. Сам Берлин, плюс вокруг него мелкие и не очень городки, тот же Пацдам, это уже федеральная земля Бранденбург, но примерно как мой Гарбсон с Ганновером, то есть там в Сберкассу или по-немецкой Шпаркассе ходим в Ганновер, то есть тут 300-400 метров и начинается Ганновер. Так вот таких населенных пунктов, естественно, вокруг Берлина еще больше в силу исторических и географических каких угодно причин. Так что русскоязычное население там, наверное, более 10% от общего количества. Плюс, соответственно, в Берлине посольство, там, не знаю, существует сейчас или нет, но, в коем случае, до недавнего времени существовал русский дом, но это в ГДРовской части Берлина. В этом русском доме проводились различные мероприятия, и мне когда-то там в 2004 или в 2005 довелось на одном из них побывать. Все шикарно устроено, большой зал, там все дела. Кто оплачивал? Ну, какие-то якобы там общественные организации, но насколько они общественные и насколько они, так сказать, на самофинансирование, не знаю, не берусь судить. Плюс, если не ошибаюсь, по-моему, 5, ну, помимо посольства, еще 4 консульства в разных крупных городах Германии. И они, в крайнем случае, до недавнего времени очень тщательно следили за публикациями в здешней русскоязычной прессе. Следили в основном тем, скажем, образом, что они сами чаще, их там сервисные какие-то центры здесь открытые, давали рекламу в эти русскоязычные издания, и в определенной степени, скажем, контролировали их редакционную политику. То есть ни в одной русскоязычной газете или журнале Германии написать совсем уже откровенно, скажем так, наехать на рефию ни у кого никогда не получалось. Сейчас, в силу, опять же, объективных причин, это немножко, скажем, этот прессинг, этот контроль, цензура, если хотите, значительно уменьшилась, снизилась ее интенсивность. Но, насколько я могу судить, совсем она не ушла. Это одна сторона медали. Вторая сторона, возвращаясь от, скажем, большой московской тусовки к большой берлинской. В Берлине были в разное время, может, и сейчас что-то есть. И радио на русском языке, и была масса газет, журналы выпускались на русском языке. Газеты были и ежемесячные, и еженедельные, и, по-моему, даже ежедневная была газета. Не знаю, осталось или нет. Никогда за этой прессой не селил, потому что ежедневная, еженедельная, это была тоже сплошная русня, скажем так. Ну и народ. Вот точно так же, как с большой московской тусовки, после 24 февраля, те, кто могли и хотели, разъехались по разным странам Европы, и не только Европы, точно так же большая берлинская русскоязычная тусовка, это не обязательно люди, живущие в Берлине. Это другое. Как в Москве, вот смотришь сейчас, ту Варину, Латынину, Фейгина, Жданова, да кого угодно. Жданова, это я ошибся, это из Украины, а Гудков, и один, и второй, они все, с кем они разговаривают, в большинстве случаев они на «ты», они, кто в Думе, кто в каких-то фондах, кто в мемориале, кто еще что-то, то есть они все друг друга знали по Москве, не обязательно все из них были кольными москвичами, и не обязательно даже некоторые из них, пожив в Москве, потом где-то на периферии оказывались, прежде чем уехать за храницу, но тем не менее это все московская тусовка, точно так же и с берлинской. То есть неважно, тот Дмитрий Губин, живет он в Баварии, вещает там то радио Берлин, то какой-то свой YouTube-канал, то еще какой-то YouTube-канал, и тот же Плющев пристроился в немецкую волну, в этом смысле, кстати, немецкая волна, как по-очему, не только она одна, частенько подбирают, ну как бы это помягче выразиться, ну не самый, скажем, качественный товар. Тем не менее, опять же, эта тусовка с центром в Берлине, она самодостаточна и замкнута, скажем, круговой порукой, что ли. То есть, чужих туда не пускают, не пустят, неважно, это человек, скажем, моего возраста или куда более молодой, который имеет четкую, там, ярко выраженную жизненную и политическую позицию. Чужие там не ходят. Кроме тех случаев, что там Ходорков в свой YouTube-канал нескольких молодых там взял, но он не в Германии и денег у него много. Часть из этой, скажем, большой берлинской тусовки приехала в Германию давно. Кто-то еще, может быть, с советских времен работал здесь с обкором того иного или пятого, десятого и смог каким-то образом остаться. Другие там по линии немецкой, по-еврейской, еще по какой-то, приезжали пораньше и их всех или подавляющее большинство из них объединяет одно. В общем-то, до поры до времени они либо молчали от слова совсем, либо, как тот Губин там что-то про Германию рассказывал иногда в своем YouTube-канале, и на этом все. сейчас в силу царя причин, когда эхо-маци, как говорят некоторые, закрыли и на дождь вот наглые в кавычках по мнению той же пресс-алкаше российского МИДа наглые латыши наехали. То есть, когда вот эти рупоры типа новые газеты, то есть новая газета в Москве и новая газета Европы это немножко другой что ли вес. Хотя, надо понимать, все тем же, которые публиковались там и публикуются здесь, их гонорары, наверное, не уменьшились, а то еще и увеличились. Так вот, часть разъехалась, кто в Италии, кто в Болгарии достаточно давно. Наверное, больше половины приехало в последние месяцы и каким-то образом умудрились пристроиться. опять же в разных странах, но все равно ничего не меняется. Та же Ларина, живущая, если не ошибаюсь, в Португалии, это тоже большая московская тереберлинская тусовка. Берлинская в том числе и потому, что из всех европейских стран в силу еврейской эмиграции, эмиграции поздних переселенцев, то бишь русских немцев, естественно, русскоговорящая диаспора в Германии куда больше, чем в любой другой европейской стране. Как в абсолютных цифрах, так и в процентном отношении. И поэтому как бы некая координация идет все-таки оттуда. Ну и плюс, как высказался, по-моему, Айдер Муждабаев, что это вот как псарня, где собаки ходят друг вокруг друга, обнихивают себя и спереди, и сзади, и сбоку, и снизу. В случае чего дружно лаят на кого-то или наоборот собираются, скажем так, стаей и кого-то вылизывают. То есть вот тех 95 там или 99 процентов всей этой тусовки, что уже упомянутый Губин, что Плющев, что все остальные дружно топят за дождь. Вот как это так? Вот они же такие антипутинцы там и так далее, и так далее. Но чем дальше, тем все больше видно. В крайнем случае мне, это сугубо мое частное мнение, и в известной степени предвзятое, но в том числе и потому, что ни разу не русский к русским отношения ни по крови, ни по чем никогда не имел. Они все спят и видят, публикуя в начале своих видео, как Латынина, там, Эйдельман и прочее, что они иногенты, мотивируя это тем, что там кто-то у них остался и штрафы выпишут, не хочется там поддерживать, спонсировать режим, они все или подавляющее большинство, если хотите, спят и видят, когда тем или иным образом сверхнут Путина и появится по мнению и Ходорковского и не только его прекрасная Россия будущего, ну просто так по мгновению волшебной палочки или хотя бы ее начнут строить, из каких кирпичиков и с кем это следующий вопрос, так вот, они спят и видят, что потом вернутся на белых лошадях, золоченых каретах, мы вот боролись, мы то, практически никто из них никоим образом не поддерживает войну украинского народа против захватчика. Это то же самое, как по поводу мобилизации, то есть народ там миллион или сколько сбежали, они сбежали от мобилизации, они не против войны, совершенно не против, они против своего личного участия в ней и достаточно высокой вероятности там же и остаться. Во многих случаях не просто остаться, а даже не вернуться на родину ни в пластиковом мешке, ни в цинке, а остаться удобрять украинскую почву. Точно так же это вот тусовка, они против Путина, они даже на словах против войны, но там же наши мальчики и вообще у Украины своя правда, у Москвы своя правда, и мы еще зададим многие вопросы после окончания войны в Украине, кто задаст, какие вопросы, о чем вы? Будете десятилетиями, если не дольше, выплачивать репарации и молить Бога, чтобы с вас не потребовали больше и какого-то большего участия и так далее, и так далее. Украина еще предъявит счет за насильно вывезенных и детей, и взрослых, которые оказываются и в еврейской автономной области, и на Сахалине, и Бог знает еще где, за тысячи тысячи километров от Украины. А эта тусовка будет все это мягенько так, аккуратненько, по возможности оправдывать. Я не утверждаю и далек от этой мысли, что все они буквально завербованы КГБ, ФСБ и так далее, но с учетом вот этого замкнутого круга ограниченных людей, я сейчас не про интеллектуальные способности и так далее, с учетом этого на десяток, даже на сотню их достаточно одного агента влияния или агентессы, которые в нужное время, в нужной кампании, в нужном месте продвинут какой-нибудь нарративчик, то есть и будет из десяти новостей или абзацев девять антипутинских, антивоенных, а один такой вот нашим мальчикам там холодно, у них ножки мерзнут, им сыро и так далее, то есть это все конечно яркие примеры из дождя, но он же не один, есть еще и живой гвоздь этого вот Лохматова, Леши, и та же новая газета Европа, Нобелевского, извините за такое слово вариата и все эти каналчики помельче, которых до сих пор по непонятным мне абсолютно причинам приглашают украинские ютуб-каналы, украинское телевидение, они ходят с одного в другой, повторяют одно и то же, где-то там высказались подлиннее, потом взяли, нарезали, отдали одному каналу, поставили у себя, то есть естественно прежде всего деньги. И когда я слышу, а это в каждой передаче, когда та же Латынина или теперь вроде как, на мой взгляд, готовящиеся и выступающие на замену или хотя бы подмену Ларина начинают вот мы только живем за ваши донаты и так далее, и так далее, вот заплатить неважно сколько, 5, 10, 20 евро Латыниной за то, чтобы она может быть ответила на ваш вопрос, а если вы ее поддерживаете деньгами и потом таки действительно окажется, что она давнишний, давнишний, не буду продолжать в этом направлении, как вы будете на себя в зеркало потом смотреться? А все эти лайки, ой, светоч просто, это про кого угодно можно почитать, и самое интересное, что никто из них никогда практически не отвечает на если есть какие-то вопросы в комментариях, ну, разве что удобные, ну, им в этом смысле есть с кого брать пример, поэтому обстановка в этом смысле в Германии, да, значительная часть здешнего русскоязычного населения, скорее всего, насколько я могу судить, их не слушают. Вот среди моего, скажем, круга общения такого постоянного, кто-то вообще не следит за политикой, кто-то этих всех ребят, когда называешь фамилии, смотрит на меня, как баран на новые ворота, есть те, у которых на холодильнике магнитики с портретами Путина, там, то в морской, то еще в какой-то форме, там, в окладе, в скафандре, в чем угодно, поэтому на кого это все направлено? Вопрос сложный, но, наверное, тот, кто направляет, это знает. Ну, посмотрим. Прав я? Насколько прав? Может быть, совсем не прав. Так, если что-то так случится, так и не постесняюсь и извиниться перед кем-то конкретно. Вставайте здоровы. Слава Украине. Живей Беларусь. Используйся. Слава Украине.